Итак, вот радиостанция ЕСУ, то есть вернее это тангент 48 от радиостанции ЕСУ 7800, со временем пришел провод в негодность, значит пришлось заказать провод с Алиэкспресс. Значит вот такая же тангента тоже от ЕСУ, тоже 8800, но уже с проводом с Алиэкспресс. Давайте посмотрим разницу. То есть в принципе длина провода, сейчас я вам покажу, вот они уже стоят, эти провода, длина провода в принципе одинаковая. Значит у китайской пружинка короче, но раза в два наверное шире, чем на родной ЕСУ. Сам провод тоже более жесткий, вот здесь более мягкий и здесь естественно потоньше, здесь потолще. Брал с разъемом, то есть в принципе разобрал, переткнул, собрал, все готово. Единственное, что сразу одеваю вот так вот термоусадку, вот одеваю прямо через разъем вот отсюда, вот потом усаживаю. Мажу клеем, кстати, чтобы он не соскальзывал и усаживаю. Делайте, потому что сохранит, если часто пользуетесь и здесь как раз место изгиба, дольше тангента проработать. То есть я сразу не сделал и здесь начало барахлить. Но провод сейчас рабочий, вот я заказал еще одну, вернее еще один проводочек, вот я его поставлю сейчас. То есть, ну в принципе, хоть и рабочий провод, но пусть лучше будет сразу, все хорошо. Вот, так что кабели можно брать для тангента. Опять же, не знаю сколько прослужит, посмотрим. Вот, ну так пользоваться можно. Все хорошо и в машине, и дома. Вот, в принципе, он тянется. Вот, ну, вот это, конечно, такой он более такой приятный и на ощупь, и как бы вот более такой гибкий этот, более такой пружинистый. Вот, ну, цена здесь, естественно, если брать, еще и найти надо, конечно, если брать родной, ЕСовский такой провод, еще и поискать его надо, то здесь цена просто небо и земля, вот поэтому рекомендую. Вот, берем, ставим и пользуемся. Проблем никакие. Спасибо.